Новая выставка «Ненужная память» открылась в музее «Дом купца Самарина». Она стала итогом проекта «Прошло сто лет, мы изменились», который полтора года назад победил в конкурсе «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект основан на содержании дневника вологодской гимназистки Лизы Измайловой. Такой опыт музея появился впервые. И появился он, конечно, благодаря тому ресурсу, который появился в фондах музея-заповедника. Это дневник вологодской гимназистки, дневник, который охватывает 1914-1923 годы. Девушка писала этот дневник в достаточно осмысленном возрасте. Это 16-25 лет. И мы благодаря этому материалу видим не только Вологду, глазами очевидца, мы еще видим, чем жил человек, что его волновало, что волновала молодежь на переломе эпохи. Выставка была создана не только силами музейщиков, но и вологжан. Каждый участник индивидуально изучал кусочек биографии гимназистки, анализировал и выстраивал параллель с сегодняшним днем. Проект, на самом деле, дал очень многое, мне кажется, каждому участнику. И как в плане изучения, и в плане организации команды с нуля. То есть, когда в проект пришли, некоторых людей мы знали по каким-то предыдущим мероприятиям, с кем-то познакомились. И вот за полтора года мы стали вообще такой очень дружной командой. Проект «Прошло сто лет, мы изменились» предполагает также различные встречи с экспертами и создание фильма и аудиогида к экспозиции. В рамках проекта был поставлен и спектакль о жизни вологодской гимназистки Лизы Измайловой. Моноспектакль «Лиза про Лизу» срежиссировал Сергей Костылев. В главной роли студентка-филолог Вологодского государственного университета Елизавета Запорожская. Вообще, даже если говорить о самой Елизавете Измайловой, у нас очень много вот этих вот точек соприкосновений, очень много сходств. Это было настолько удивительно, начиная вот с этой имени и отчества Елизаветы Николаевны. Я тоже Елизавета Николаевна. Там вот эти вот подруги, имена тоже переплетения у нее, у меня тоже самое. В общем, там если, не могу сейчас вспомнить прямо все моменты, подробности, но это вот касательно каких-то фактов, да, биографии, а уж если будем углубляться в ее рассуждения о жизни, в ее вот эти вот записи дневниковые, когда она излагала свои чувства и эмоции, вот в этот прекрасный труд, можно так сказать, то там, естественно, там очень много вот этих вот переплетений. В качестве продолжения проекта планируется работа с подростками, организация экскурсий по Вологде и развитие темы вологодских дневников, как исторических источников. Екатерина Шабалова, Дарья Самодорова, Михаил Протасов, Вологды РФ.